МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». Сегодня суббота. В этот день мы рассказываем вам о наиболее значимых событиях 20 века. Я Листиков Сергей. Тема сегодняшней передачи – начало Первой мировой войны. В 1962 году появилась книга американского историка Барбары Такман «Августовские пушки». Она была посвящена начальному периоду Первой мировой войны. Известно, что эту книгу внимательно изучал президент Соединенных Штатов Джон Фиджеральд Кеннеди. В событиях 1914 года он искал ответ на вопрос, как недальновидность и самоуверенность политиков, дипломатов и военных в момент развития политического кризиса в мире привела человечество к катастрофе. Начиная в августе 1914 года войну, большие европейские кабинеты не предвидели ни ее длительности, ни страшнейших катаклизмов для народов и политических элит. Немцы собирались завершить войну, одержать победу над противниками до осеннего листопада. В первые же месяцы войны были разрушены все военные планы сторон. Согласно немецкому плану, разработанному начальником генерального штаба германской армии Шлиффеном, немецкие войска должны были через территорию Бельгии атаковать Францию. Разгромив Францию в течение двух-трех месяцев, немецкие войска должны были обрушиться на Россию. Однако германская военная машина столкнулась с героическим сопротивлением маленькой, всего до 175 тысяч человек, бельгийской армии. Немцам потребовалось 17 дней для того, чтобы захватить большую часть Бельгии. Но и успех был неполным, поскольку бельгийцы не были отрезаны от моря и отступили к отвертанам. Французское командование решило нанести удар на юге и захватить Эльзас. Однако сражения, протекавшие вблизь швейцарской границы на протяжении всего августа месяца, закончились без весомых успехов для одной из сторон. 21-25 августа произошло так называемое пограничное сражение. Обе стороны ставили большие стратегические задачи. Французы разгромить немецкие войска на их территории, немцы выйти к Парижу. Немцам удалось отбросить англо-французские части и выйти на реку Марна между Верденом и Парижем. Хотя немцам не удалось решить задачу разгрома основных сил противника, сражение закончилось стратегическим отступлением союзников. Германские армии, казалось, уже ничто не могло остановить. Угроза была столь реальной, что французский военный министр Мильяран предлагал объявить Париж вольным городом и сдать его. А французские генералы всерьез рассматривали возможность взрыва военных вортов крепости Вердена. И все же в Париже взяли вверх сторонники решительной обороны столицы. Было принято решение контрнаступления. Марнское сражение началось 5 сентября 1914 года. В нем участвовало 6 англо-французских и 5 немецких дивизий, до 2 миллионов человек. Наибольшего успеха союзные войска добились 8 сентября, когда им удалось отбросить немцев на 60 километров. Продвижение немцев к Париже было остановлено. 14 сентября за провал наступления на Париж был остранен от власти начальник генерального штаба немецкой армии Мольтке-младший. Готовясь к новым сражениям, противники начали перебрасывать новые свежие части на Западный фронт. Каждая из сторон пыталась охватить открытый фланг противника. В результате начались маневренные операции, которые в истории принято называть «бегом к морю». Бег завершился, когда обе стороны вышли к морскому побережью. В октябре и ноябре произошли крупные, истощившиеся из сторон, уравновесившие их сражение во Фландрию. К концу 1914 года между швейцарской границей и Северным морем протянулась сплошная линия фронта почти в 700 километров. Маневренные действия сменились позиционной войной. Надежды Германии на быстрое поражение Франции и выход ее из войны оказались неосуществленными. Война затягивалась. Отступление немцев от Парижа во многом способствовало действие русской армии, начавшей наступление в Восточной Пруссии. 4 августа во спасение союзников начались действия 1-й и 2-й русской армии Самсонова-Рененкампфа. Успешно начатое в начале наступление закончилось трагическим провалом. Войска Северо-Западного фронта потеряли до 80 тысяч человек. И все же действия русских заставили немцев перебросить от Парижа большие силы. В результате немецкий бронированный кулак на Западном фронте был ослаблен. Всего вам доброго! Смотрите нашу программу «Семь дней истории». Каждую субботу мы будем вам рассказывать о наиболее крупных событиях 20 века. А в воскресенье мы расскажем вам о мировой художественной культуре и религии.